Пока первая неделя Континентальной Лиги оставляет с раскрытыми ртами половину сообщества, в остальных регионах дело уже идет к середине сезона. Уже на следующей неделе нас ждет Reef Trivals, и у команд остались последние игры, чтобы исправить свое положение. Будет ли у них такая возможность? Давайте узнаем. Если вам показалось, что прошлая неделя Континентальной Лиги получилась зрелищной, то вы просто еще не видели расписания на эти выходные. Первый день под обстрелом Vega Squadron и Voivictus eSports. Помимо очного столкновения, у акул игра с Virtus.pro, а новоиспеченные лидеры таблицы сойдутся с M19 в полном составе. На следующий день выбрать матч дня еще труднее. Битва встающих на ноги грандов Virtus.pro против M19 или новые лидеры LCL, Voivictus eSports и Gambit. Континентальная Лига в эти выходные в 16.00. Не пропустите. Волсяки отгремела умопомрачительная по накалу страстей, битва телекомов, закончившаяся в пользу SK Telecom T1. Но борьба за последнюю позицию в ТОП-4 продолжается. Молодые коллективы, Africa Freaks и Longzhou Gaming радуют своей свежей игрой, но 1 июля им предстоит выяснить сильнейшего. Китайская LPL единственный раз за сезон сыграет самые популярные команды регионы Royal Never Give Up и Edward Gaming. Пусть конкуренция в Поднебесной стала серьезнее, 2 июля в 13.00 коллективы будут играть до последнего. Кто бы мог подумать, что смена правления в LMS наступит именно этим летом. Пока Race Gaming остаются несокрушимыми, Flash Wolves и J-Team оспорят второе место в лиге. Накануне домашнего Rift Rivals восстановить честь перед аудиторией этим командам просто необходимо. Пока в Европе громких матчей не видно, североамериканский LCS разразился на этой неделе супер-битвами. В ночь с 1 на 2 июля в вашем браузере будет жарко. Параллельно сыграют Team SoloMid против Immortals и Cloud9 против Counter-Large Gaming. Ну а в час ночи TSM против Cloud9. Этот матч в представлении точно не нуждается. На следующей неделе уже в среду нас ждет Rift Rivals — столкновение регионов одновременно в пяти разных точках мира. Нас, конечно, больше всего интересует зеленое ущелье между лучшими командами весны из СНГ и Турции. Подробнее о турнире на сайте lolesports.ru В ближайшие 7 дней явно есть что посмотреть. Ну а новый обзор ждите на следующей неделе. Смотрите Лигу Легенд и болейте за свои любимые команды. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова